В Щелкове завершился открытый чемпионат городского округа по мини-футболу. В нем играли более 50 команд, которые выступали в трех дивизионах Суперлиги, Высшей и Первой, традиционно самой массовой. Так, на паркете универсально-спортивного комплекса Подмосковья в финале встречались трехкратный победитель чемпионата, команда Подзембургас в красных футболках и ее постоянный соперник, пытающийся из года в год потеснить фаворита – команда Рековери. В первые минуты матча соперники, казалось бы, не торопили события, они словно присматривались к комбинационным построениям на поле. Но все-таки к 12-й минуте Подзембургас сумел проломить оборону Рековери. Счет был открыт. Далее на протяжении всего первого тайма игра шла по-настоящему равная. Причем синие завершали свои наступления на ворота острыми атаками, и одна из них на 19-й минуте закончилась голом. С этого мгновения можно было предположить, что и дальше успех будет попеременно у обеих команд. Правда, перед перерывом Подзембургас все-таки сумел вырвать еще один гол. А дальше, на второй 25-й минутке, синие стали с удивительным постоянством терять очки. Причем они продолжали играть технично, интересно, разыгрывали красивые комбинации. Но как только мяч оказывался на их половине, атаки Подзембургаса завершались голами. Десятая минута. 3-1. Восемнадцатая. 4-1. Чтобы переломить игру, в Рековери вместо вратаря на поле вывели пятого игрока. Но и это не помогло. Мячи продолжали залетать в их ворота, причем как с ближней дистанции, так и с дальней. Встреча завершилась со счетом 6-1 в пользу игроков Подзембургаса. Они в четвертый раз стали чемпионами городского округа по мини-футболу. После финала состоялись награждения лучших команд открытого чемпионата городского округа Щелково во всех дивизионах. По итогам игр названы были лучшие игроки и тренеры. Наставником, заслужившим это почетное звание, стал главный тренер команды-победителя Аркадий Асатурян. С каждым годом сложнее и сложнее становится. Уровень мастерства футболистов увеличивается, усиливается. И, соответственно, мы не отстаем в этом направлении. И каждый раз, наверное, победа приносит какие-то дополнительные нам силы. В этом сезоне была самая высокая конкуренция. Была стадия плей-офф и судьба чемпионства оттягивалась буквально до последнего матча, что мы сегодня увидели. Сегодня была кульминация всего этого длительного спортивного события, которое шло с ноября по апрель. Праздник спорта в УСК Подмосковье завершился награждением победителей. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Владимир Ермаков из команды «Заря». Лучшим вратарем Николай Безрученко из «Рековери». А лучшим игроком Сергей Руженцев из «Подзембургаза». Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...